Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения вашему драгоценному вниманию Силия Фен, конец марта и сила команды неба-земле. Читает Лора. Ну, мы почти дожили до конца марта 2023 года, еще несколько дней, и мы уже в новых энергетических позициях двигаемся вперед в вознесении небес на землю. Наша версия рая, а не чужая мечта, которой мы ежедневно отдаем свою энергию. Познавая себя, мы вступаем в нашу мастер-энергию, чтобы созидать и созидать воплощение своих мечт. Четыре огромные энергии движутся вместе прямо сейчас, создавая хаотическую, а иногда противоречивую силу. Это вызвало одну из самых сложных недель, которые у меня были в этом процессе в последнее время. Шла неделя шоков и катастроф на личном уровне. Это энергия урана в тельце, которая влияет на дом и финансы. А так как мой телец во втором доме, то это двойной вамми. Потом у нас Юпитер в овне. Просит нас расширить себя и наше виденье будущего. Это означает, что иногда мы можем почувствовать, что нас тянут до истощения, а также сталкиваемся с потрясениями и хаосом. Это звучит знакомо. Но также есть третья энергия. Плутона-водолеи, которая разрушит все наши социальные структуры и заменит их чем-то более подходящим для новой Земли. Вот почему хаос, как структуры, предназначенные для обогащения немногих за счет многих, начинают рушиться. И рушатся, и начинают появляться новые структуры. Это ни в коем случае некомфортный период. Тогда четвертая энергия – это Сатурн, недавно перешедший в рыбы. Что я могу сказать об этом, кроме того, что в конечном итоге это поможет вам, нам, создать новые духовные структуры, более подходящие к тому, где мы сейчас находимся в нашем многомерном преображении. Но сочетание глубоких и водянистых рыб с потребностью Сатурна доминировать и создавать сооружение – тоже неудобное объединение. Когда мы путешествуем через эти глубоко трансформационные энергии, модное слово «там» – это устойчивость. Теоретически это дает оптимизм и надежду на поддержку людей. Чувствую, что в духовном плане понятия доверия, терпения, сдача и принятия. Знание того, что все хорошо и в руках нашего Высшего Я, и Божественного Источника, также дает надежду и оптимизм. Силу пройти через потрясение и хаос, не теряя веры, а также связь с нашими душными семьями и кругами света, чтобы мы знали, что мы не одни в этом путешествии, но что мы пришли как команда, чтобы быть лидерами и путями процесса небес на земле. Мы шагаем вперед во что-то действительно новое. Ну вот, команда, мы справимся.